СТОЛИЦА ПОЛЕССЯ Столица Полесия отметна своими героями. Тут с продвеку нараджалися, або шляхами лесу опыновывалися выдатные люди. Перолики Химёнов складают надтаж долгий спис от старожитностей до наших часов. Наш проект познайомить вас с выдатными сучасниками, які з гонором скажуть «тутейшия». Герой нашей сегодняшней программы – тутейший письменник Павел Ляхнович. Йон – соправдний белорусский волод, який таленавитый во всех дочинениях. Герой сегодняшней программы – тутейший письменник Павел Ляхнович. Соправдний белорусский волод, який таленавитый во всех дочинениях. Павел Ляхнович – отставный капитан-лейтенант, письменник. Народился 25-го Кастрычника 1954 года в Весы Сярой Дне, в Минске района. Выпускник Каспийского высшейшего военно-морского училища в Баку. Аутер книг «Прозы. Початок сезона», «Зеленый дуб», «Детячая повести» и «Найс Чарадей», прокладая с польской «Женатый мая дачку». У зборниках Павла Ляхновича собраний розный по жанрах творий, основу яких покладенный багатожитцовый досвид, святопогляд и фантазия автора. Серьезные драматичные тексты соседничают с пригодами и жартами. Именно в этой яскравый гумор талиновитого рассказчика стал той разинкой, за якою читачи не завжди сталися аматорами творчості сурового и одночасового доброго дядьки Павла. Господа Павелу, расскажите, как и ласка, про вашу семью. Где вы народились, кто были ваши батьки, как пришло ваше дитинство? Есть на полночу Минского района невеличкая вёсочка, называется «Середняя». Там мама працавала наставницей, и там я народился в этой вёсце. Памятую ей Кепска, бо в той часы маму довольно часто переводили из одной школы в другую, и таким чином мне годов недели до шести. Я жил вот в этой «Середней», потом уёсты Латыговка, потом, когда в Латыговке ещё некая вёсочка была, мы были по кватерах. И практичное дитинство моё, такое больше-меньше ассенсованное, началось и на Раковщине. Раков – это довольно известное местечко, описанное, например, в довольно известной в Беларуси книжке Сергея Песецкого «Каханок великой медведицы». За польским часом эта вёска была вёской контрабандистов. Носили контрабанду в Советский Союз, межа была в полтора километрах от вёски. Там, где сейчас межа между Минским и Моложенским районами, вот тогда была межа между Советским Союзом и Польшей. Это что-то дотичить моих родителей. Значит, мама наставница, а та-то на той час был такой вольный столяр. Или высокого класса столяр. Вот в нашем музее есть скрипка ягодной работы. И он и скрипки делал, и цимбалы делал. Я уже не скажу про столярку звичайную, там, вязать рамы, двери и так далее. Это для него было совсем простое справа. З малинства сподар Павел и его сестра выбирали наставление батьков на контном учении. И они должны отримать эдукацию, и чем больше – тем лучше. Уже с малых годов я завсёдывал, что я буду неделю учиться. Я до этой поры люблю учиться. Вот. Вот недавно засвоил, например, игру на дримбе. Привожу, правда? Я завсёдывал всё, значит, думал про твой, а кем я стану и вырасту. Это вот зацинство. Значит, я помню, как полетел в Гагарин в космос, и по радио передавали… Я тогда ещё не там, не на хуторе был увёз, где был приёмник. И вот по приёмнику, по этому брахунцу, я чё там – космический корабль, космический корабль. Я являлся такой, значит, ну, звучайный корабль с парусами, думаю, как там лёта в этом космосе. Вот. И по кольке у твоей сейчас это гучало имя Юры Гагарина, мне захотелось стать космонавтом. Так что первая моя мара – стать космонавтом. И нахудка чём я пришла, потом я захотел стать офицером. Чему тому, что у офицеров есть пистолет. Хотелось… мы сейчас гуляли в войнушке с хлопцами, это ещё и тяже его, кажу, у ёссы. И мне хотелось иметь пистолет, и вот за это я хотелось стать офицером. Ну, короче, я с матки мары встать, в рифте рифт одной, чё я поглядел, это уже… это мы уже переехали в Раков, уже после 68-го года фильм «Кавказская полонница». Вот. И мне страшно сподобался Юрий Никулин, я поджал им текавец, и доведался, что он цирковый артист-клоун, и я захотел стать клоун. Такая мара не покидала молодого Павла до конца 10-го класса. Он стал выступать у мастацкой самодейности. Навод, ездя в Москву, поступать у державного училища циркового и эстрадного мастацтва, а лес позднился с подачи документов. Тата вельми взрадовался. Я видел, что ты вернешься, только не видел, что так худко. Алия, каже, сподар Павел, он не мыслив себе без эдукации, а час подыходил до призыва у войска. Его несябра пропонувал поступать у Черниговскую лётную учильню. Алия, как заплановали, и тут не отрималася. Справу выросшил випадок. Мне сказали в военкомате, что вот мне тут комиссии тебя не пускают в лётные. Алия, в остальные любые можешь поступать. Я подумал сразу, ну не в лётные, значит пойду я как-нибудь в морское. Форма пригожая. Хоть я ничего говорю. Николе не марью стать мороком. Абсолютно. Вот. И я за 40 секунд выросшил поступать в военно-морское. И сказал, окей, есть военно-морские. И мне дали спис. Вот это вот Владивосток, Питер, 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 Киев, Калининград, Баку. О, Баку. Далёко, тёпло. Азербайджан сдается. Что я веду про Азербайджан? Я веду Палат Бельбюля-Аглы, это был вельми популярный спевак тогда. И Муслим Магомаев. А, Иштин-Нафта. Значит, что там добываюсь нафту. Всё. Вот всё, что я веду про Баку. Я сказал, всё, еду в Баку. Я поступил на штурманский факультет. Штурманская праца – это надзвучай, надзвучай, текавая речь. Вельми текавая. Хотя, конечно, тяжкая. И вовле праца морская – это вельми тяжкая праца. Химингуэй сказал, что у свете есть два вельми тяжких занятки, самых тяжких занятки – это выросшивать хлеб и ходить по море. Вот это я абсолютно… Итога, итога, крыху, мил махчумость поспробовать. Вот. И я уверен, что он мил рацию. Химингуэй скажет так. Так почалося военно-морское житё Паула Ляхновича. В учильне он познайомимся с Александром Пакровским. С тым самым, что написал книгу и сценарий до фильмы с заднайменной назвой «72 метра». Тут же у Баку спадар Павел стал капитаном у ласной семьи. Тут он сустрел будучую жонку, и тут народилася их дачка Олеся. Родился и гадавался в беларуском мовном асеродзе. И родную мову и всю свою беларуськость вобрал от батьков. Русская мова он начал пользоваться только в 18 год, когда поступил в Каспийское училище. Тяжкостей у Зносинах не было ніяких. Хочется, что на первых порах жарты с характерного беларуського акцента. Но интересные случаи все же были. И вот я со своими подручниками приехал туда. Нам давали по два-три дни перед каждым экзаменом рахтоваться. Садил я в уроке и, значит, наложку обкладывался этими книжками. И рахтует физику, математику, не памятник. И потом в моем классе я научился Сергей Котов. Павел, дай мне учебник, пожалуйста, дай мне по физике. Я беру ему и кидаю. В моей голове было, что когда я, в принципе, российскую мову разумею вольно, мне не приходило в голову, что я разумею тому, что весь час порадую, я книжек шмат читаю по-россейскому. А нам делали, что наши мовы вели близкие, и тому мы один другое разумеем. И я думал, что я разумею по-россейскому тому, что наши мовы близкие. Вот. И я без всякой задней думки кидаю ему эту подручную. Сергей просил, на. Вот. Он так это раз. Шо ты мне дал? И кидая мне назад. Вот ты шо? Я тогда перешиню, сразумел, что он ничего не разумеет там. Абсолютно. Вот. Я ему кажу, ну как же так, я тебе разумею твою мову российскую, а ты мою что не разумеешь? Нет. Вот. Вот. Почему так это? Крикус со злостей. Вот. Вот. Я пришел, бодай, что я себя белорусом отчу. Экзамены Павел сдал поспехово и в учебнику скончил с червоным дипломом. А потом еще были 10 год працы. Когда я приехал из Белоруссии, я тогда начал разуметь, как мне не хапай родимый. Вот эта ностальгия самая заправная. Вот. Мне снился мой Ираков, Белоруссия. И я тогда, вот когда я жил тут в Белоруссии и никуда не выезжающий, ну я был просто вот хлопцем отсюда. Когда я приехал из Белоруссии в Баку, а потом уже на Кольскую полуиспу в России 10 годов прожил. Вот там я чувствовал себя белорусом. Вот. И там, и в Ельме хотелось сюда домой. Весь час. У Белоруссии было тогда на той час две флотские организации. Это передача для подводных лодок Антей у Вилейцы и Пинский учебный отряд. Первый учебный отряд ВМФ он назывался. Это, так бы говорить, нащадок былой Днепровской флотилии. На ее базе побудованы были створены. И я скористался мощностью перевезти сюда выкладчиком. Вот. И перевелся. Только через то, чтобы вернуться на родину. Вот. Тут последние четыре года выкладывал военно-морскую подрихтовку. Вот. И потом, ведь я уже заразумел, что у меня уже пенсия заробленная. Я подобрал про то, чтобы вернуться в запасы. И вот так тут я подошел в Пинске, вот так на этой паре живу. Господа Павел, вы долгий час живете в Пинске на Полесе. И, видимо, я сподяюсь, его атмосфера такая специфичная не могла не повплывать на вас. Как на особу, как на письменника. Тима есть некоторые наши специфичные рисы, святопогляд, иллюстрование в ваших оповеданиях? Натурально мают. В многих моих оповеданиях просто открытым текстом узгадывается, скажем, тут тапанимика Пинскщины, сам Пинск. Люди, которые стали прототипами некоторых героев моих оповеданий, они вообще себе должны познать. Я думаю, познают. Так что я уже сказал, что в моих творах очень много придуманных, но все это на базе того, что я видел, читал, читал. Натурально 28 лет я уже в Пинске. Натурально это не могло не отбиться и на моей творчестве. Конечно, есть, есть. Той, кто читает мои оповедания, той и повинен был бы это зауважить. И главное питание, как народился письменник Павел Лохнович? Как это отбывалось? Этот процесс был, проектие нельзя сказать, что вот взял и народился. Так вот, раз, и вылупился из ней-ка-яй-ка. Я уже сказал, что живучи на хуторе на дедовском, все детинство практически в лесе. Вельми хотелось износиться с детьми. Они меня не так часто пускали. Вот и увезли в новины, там эти винды жечь. И я замещал вот этот недоход читанием. И, наконец-то, у меня уже в первом классе мы самому захотелось что-то написать. Свои спробы он досыла у детсадшей газеты «Пионер Беларуси» и «Зорка». А ле им без поспехово. Ни разу у моих этой нотатки не друговались. Ни у «Пионера Беларуси», ни у «Зорцы» этой. А ле каждый раз аккуратно давали отказы. И там отломачили, вот что-то мне требует тут-тут поправить, вот тут-тут поправить. Ось, ты пиши, пиши. А ле вот прислали отказы у конвертах с логотипом. И теперь, кажется, вот на таких прыгожих аркушах так само с логотипом. Я очень гонорировался только этим. Я показывал детям и был очень таки задоволен. Вот мне хватало. Моему словолюбству это было совсем достаточно. Некое такое ожидание высловится. У меня завсёды спело. Потом оказалось и так, что в нашей роте, в училище военном, это был такой интересный случай. Я взял эту книжку. Глянул наш курсант там. У нас был башкир Азамат Исангулов. Ну, такой азиат. Монологий многотипов. И вот там Азамат. Так ладно, Азамат только некий верху постаревший. Я глянул на просьбу автора. Исангулов только не Азамат. Азамат. Азамат, что за фигня? Вот тут Исангулова. А вот тут практически ты. Он говорит, это мой тата. О, как интересно. Он никогда не сказал, что он сын. А он сын оказался народного письменника башкирии. Вот. И я начал интересно, как это, что делается. Мне в уголе интересовала вся эта кухня, как становятся письменниками. И было тогда спело. Вельменье смело. Нечто снова хотелось описать. Так он начал собираться, працовывать жарты и цикавые истории жизни войсковцев. Какая основная идея ваших сталых, сучасных творов? Головная идея какая, как сейчас модно сказать, месседж? Ну, я бы не сказал, что все мои творы несут некую одну идею. Я пишу на разные темы. Я сподеюсь, что еще не все житло. Я прожил довольно разнобаковое житло. Был в разных ситуациях. Бачил разные краины и людей. Не может нести, скажу, довольно много ведаю. Я пишу про то, что я ведаю, что я бачил, что меня уразило. В моих творах я на самые разные темы, а ли им кнося укласти, именно в этом вот эту думку, навод не думку, а мэту, укласти свою цаглинку, деля захвания белорусчины, белоруси, белорусской нации. Я хочу, как бы наша краина, как бы наш этнос белорусский, как бы наша белорусская мова не возникла в уголе с основания. У каждого человека на протяжении жизни формируются некие особые меты або приоритеты, выполнение которых доводит человека до счастья, хиба только дарует напряжение до самореализации. Есть что-нибудь подобное в вашем жизни? Вы довольны тем, что вы делаете и как вы делаете? Задоволенный я життем своим. В принципе, задоволенный. За редким выключением все свое життё я занимался тем, что мне было текаво. А коли становилось я не текаво, ну, например, вот накировали меня после ученики на подводной лодке, так? Это было страшенно текаво, это было нечто новое, новая техника такая, какая вельми складанная по тех часах, самая складанная. Все, что было с самого передового, скажем, в навигации, в кораблебудовании, все было у нас. Это было вельми текаво. И я там працевал, а пока мне уже не обрыдло. Ну, я пока не спознал все, и потом стало не текаво. И я тогда это кинул, перешел в ильшее место. Я стал командиром надводного судна. Мне вельми хотелось паролевать кораблем. Вот. Паролевал, это вельми худко мне приелось абсолютно. И я перешел. Ну, короче, я практически все життя занимался тем, что мне текаво. Життя мое, мне особисто, за всюду текаво. И до этой поры текаво. Делевитар, мне кажется, требует не спиняться, а за всюду нечему учиться новому. Вот. Самому находить в жизни свято. А свято – это у некой новой працы, взносины с новыми людьми. Нечто новое робить. Но были тяжкие часы, признается спадар Павел, когда просто примешал себе працевать, как заработать гроши на утримание семьи. Но любую справу, за которую только брался, он выполняет байно и сумленно, чего ждет и нам. Будьте счастливыми. Старайтесь все, что вы делаете, делать как лучше. Чем бы вы не занялись, старайтесь все заработать с самой максимальной высокой якостью. И от этого будете счастливыми. Особие белорусского письменника спадара Павла знаходятся в люстровании все мягчимые якости, которые означают и внутреннюю, и физичную мощь. Он гениальный и простый, и равняться на его гонор для каждого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова